Здравствуйте! В эфире Город Эсс и Татьяна Дмитриева. На что влияет культура в общественной жизни? Как повысить ее уровень в городской среде? Об этом говорим сегодня. И в нашей студии заслуженный работник культуры России, почетный гражданин Самарской области Светлана Хумарьян. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Светлана Петровна. Здравствуйте, Татьяна. Вы человек культуры, посвятили этому всю свою профессиональную деятельность. Скажите, пожалуйста, вот уровень культуры людей, как меняется со временем, он всегда повышается? Вот раньше, в советское время, допустим, говорили, что мы самая читающая страна в мире. Сегодня так про нас говорят. Хотя вот можно предположить, что общество развивается, цивилизация становится старше, и все мы должны становиться культурнее. Ну, вопрос очень неоднозначный, на мой взгляд. Могут какие-то компоненты развиваться и превосходить свои предшествующие показатели, в то время как другие абсолютно падать, в общем. Вот насчет читающей страны, конечно, приятно было читать. И действительно, мы много очень читали. Я же все-таки выросла в это время и знаю, что без книги мы не жили ни одного дня. Книга – это как само собой разумеющееся. И в смысле домашних библиотек, не купишь что-то, а книгу обязательно купишь. Да. И самую дорогую купишь, особенно если она по специальности. Хотя понятие «дорогая книга тогда и сегодня» – это две очень больших разницы. Тогда за три рубля книга казалась уже дорогой. Сегодня книги исчисляются сотнями тысячами рублей, и все равно то, что нужно, купишь тот, кто привык читать, кто не может без книги. Он обойдется лучше без модного какого-то прибамбаса, а книгу купит. Что же касается общей культуры человека, то ведь она же формируется не только книгой, к сожалению. Она, прежде всего, ребенок вырастает в окружающей среде. Среди ровесников, среди родителей, среди просто взрослых людей. Многое зависит от того, что в нем заложено, какие собственные гены, какие его собственные интересы, какой стиль жизни и культуры взаимоотношений дома. Вот она вся культура. Ведь культура – это не только театры и концертные организации, и библиотеки, и музеи. Культура – это в каком виде ты содержишь свое жилое помещение, где ты бываешь, как с кем общаешься, бросишь ли ты в Волгу. Природа создала такое творение, такую красоту. А вы посмотрите, на что она похожа. Похоже, я вот только что вернулась из недельного плавания до Перми. Боже мой, что туда только не бросают. Как только не поганят. Извините, никакая власть за нами не успеет убирать и создавать условия. У нас принято чуть чего вот такая власть. Да, есть какие-то моменты, которые, так сказать, должна власть определять и контролировать. Да, дорогу мы с вами не заасфальтируем. Качество этого асфальтирования мы с вами не проверим. Но элементарно не устраивать на каждом шагу свалок. Не загрязнять Волгу, не ломать деревья, газоны, посадить цветы. Это же наша культура. И сейчас вот когда после 25-летнего, на мой взгляд, очень трудного периода в жизни нашей страны, я имею в виду 90-е годы и, так сказать, их последствия, когда идеалом были не выразительные, восторженные глаза от восприятия искусства, а глаза, в которых по доллару стоит, вот, и детей пытались воспитывать с детства, прививая им, что выгодно, что невыгодно, в идеалы выставляя им, ну, условно, не Гагарина, там, я не знаю, не какого-то ученого и даже какого-то выдающегося артиста, а брали кого? Олигарха, проститутку, гея, и если уж из артистов, то самого, как сейчас принято в молодежной лексике говорить, отвязного. И, понимаете, и когда эти отвязные попадают в число миллиардеров, мы почему-то начинаем их считать богами жизни, а на самом-то деле кто они? Вообще, какое право они имеют называться интеллигенцией, вся вот эта вот эстрадная шелупи? Да, вот особенно удивительно, когда вот молодая такая звезда, как вы сказали, учит жить людей. Вот я сделала так, и вот я готовлю такие-то блюда, вот я сделала так, купила то. Ну, и делай, готовь, это твое личное дело. Да, а вот молодежь-то на этом воспитывается, для них это идеал. Правильно. А идеал-то ведь, вы посмотрите, вы видели, чтобы та же Ульяна Лопаткина сидела и об этом разговаривала? Нет, конечно. Да нет, ей нужно, Ульяне, готовиться к спектаклю, ей нужно себя собрать, собрать, чтобы что-то вынести навстречу со зрителем, чтобы отдать, но и получить, потому что зал тоже ведь питает исполнителя. Это мы говорим вот о таких вершинных исполнителях, но все они в разных жанрах есть такие. и в драматическом театре, и в оперном. Я беру и местные, и столичные. Их ведь лишним рублем, в общем-то, и не заманишь. А вот эти все эстрадно, как бы их прилично-то назвать, все эти и Басковы, и Киркоровы, и... Ну, совершенно другая поп-культура, да? Это уже поп-культура. Поп-никультура. Ну да, даже культурой страшно назвать. Поп-никультура, потому что культура – это очень страшно, действительно называть, ценности какие, где был, что купил, что на себя невообразимое напялил, какую историю из своей жизни, интимную, выбросил на всеобщее рассмотрение. Это разве культура? Светлана Петровна, если вернуться вот к нашим городским масштабам, вы сказали, что вот мусор на улице, там грязь, эти вот предметы Волги, которые не должны там быть, это, как я правильно поняла, от недостатка культуры, да? Конечно. А как сделать так, вот если мы все это понимаем, что это от недостатка культуры, и мы себя загрязняем, и унижаем этим, как это вот воспитать изначально? Вот это же нужно вот как-то в какие-то планы? Это нужно обязательно, но для этого нужно кому-то, кому эта культура позволяет, начать, начать, и чтобы потом постепенно равнялись, потому что никакими лозунгами, вот там висит, вот там не бросайте, там этого, там еще какой-то, да на эти лозунги никто внимания никакого не обращает. Вот я вообще считаю, что самое эффективное воспитание людей во всем, это воспитание примером, и педагогика ничего более правильного и нужного не изобрела воспитание примером, когда человек видит, вот я, например, была в Японии, на Окинаве, вы знаете, вот и асфальт, и тротуары, там каждый вечер, ну, мы ночью поздно возвращались, с Самартом мы там были на фестивале. А, совсем недавно приехали, да? Ну, несколько лет назад. Вот. Идем, и там вот на четвереньках эти бедные японцы с мылом, с порошком отмывают, там босиком можно ходить, там чище, чем у многих в квартире. Вот. И однажды произошел такой случай, вот я его запомнила на всю жизнь, стоит наша ростовская делегация, тоже участники этого форума, во главе с мэром. Театр и мэр. И ждут, там заканчивают выступать другие коллективы, и ждут они своей очереди. Вот у них полны карманы. Семечек. И вот они стоят, и лузгают, как в деревнях бывает. И все на пол. Ой-ой-ой. Это вот люди культуры приехали в другую страну, да? Представляете? Люди культуры. Вы знаете, с таким недоумением смотрели на них. Да, конечно. Окружающие. Правда, они вскоре вынуждены были покинуть свое место преступления. Мы уж не наше дело, но быстренько это все замели, убрали, потому что, ну, стыдно очень. Стыдно. Да, да, да. Понимаете? А все воспитывается так. Вот, если уж мы коснулись той же Японии, приезжаем в школу со спектаклем. Вы знаете, какая там чистота в школе? и не снять у порога обувь ребенку, ну, это просто немыслимо, потому что это настолько все стерильно, замечательно, и он приучен к этому изо дня в день. Мне кажется, что вот больше должно существовать в жизни нашей таких моментов, которые бы составляли и задуматься, и равняться, да, ну, и просто, чтобы воспитывалась в душе потребность в человеческой жизни, а не в поросячей. Да, вот, знаете, всегда меня интересовало, кто должен быть заинтересован, чтобы общество той или иной страны было культурным? Мне кажется, что здесь... Вот чья это задача? Это задача очень многих и структуры, и, во-первых, конечно, дом. Дом, потому что впервые ребенок с этим сталкивается в доме, чтобы ребенок знал, что нельзя куда попало бросать, брать какой-то предмет и не ставить на место, там что-то разлить, не выделить и так далее. И вот таких вещей. Потом школа, в которой также должны. Я не говорю, что нужна муштра. Нет. Живой организм, любой живой растет и что-то происходит, но оценку-то явлению все равно ну пролил, ну чернила пролил на парте. Без этого тоже ни один не вырастет. Но чтобы он знал, что это плохо и надо убрать и после себя такое свинство оставлять нельзя. А власти, получается, вот нет такой центральной задачи. Почему у власти нет? И у власти есть. Ведь над всеми этими организациями существует власть, которая оценивает их работу. Власть оценивает работу детских садов, власть оценивает работу школ, вузов и так далее. и у власти, безусловно, этот аспект работы подведомственных учреждений должен быть тоже на учете. Да, и главное, какой приоритет, да? Да. Насколько приоритетно будет это направление? Власть входит на территорию, ну скажем, вуза. Так. Входит на территорию и видит. Там валяется, там еще что-то. уже все. Уже образ формируется. А вот должно... Знаете, в этом смысле в Англии меня что потрясало, рано встаешь и перед каждым домиком, я там не говорю уже об огромном количестве цветов, но тоже, как в Японии, ведерочка с порошком, и все все моют. Да, даже говорят, вас перебьют, что сначала они убирают свою территорию, а потом уже убираются дома. Сначала вот... Да, территория. И вы знаете, ну попробуй, вы бумажку не нужную и брось. Да ты кем себя будешь считать после этого? Так что... К нам поступает первый вопрос от телезрителей, я напомню, телефон 202-11-22, звоните, еще есть время. Василиса Ковалева интересуется. Светлана Петровна, можете ли вы рассказать, что предполагается в ближайшем будущем нашего города в плане культурных акций, фестивалей или конкурсов? Вот насколько вы следите за тем сегодня, что происходит? Ну, конечно, могу, потому что, между прочим, и этот неразрывно связан с той темой, о которой мы с вами говорим, конечно, могу. Ну, во-первых, в сентябре открывают сезоны наши главные учреждения искусства и театр оперы и балета, и академический театр драмы и филармония, а дальше начинается ставший традиционным, в общем-то, уникальный, их очень мало, монографических фестивалей классического балета. Самара владеет одним из самых приоритетных имени Шелест. Вот мы 15-й фестиваль откроем 23-го октября по 31-е октября. У нас каждый год меняются концепции фестивалей, потому что личность этой гениальной балерины была настолько многогранна, что нам хватает ее культурного потенциала. Кстати, человек, который и владел лепкой, как скульптор, представлял определенный интерес, и училась на фортепиано в музыкальном училище, это тоже уровень, уже это не тыканье первых классов. Ну, а балерина была гениальная, читала очень много философской литературы. Вообще личность незаурядная. Так вот, мы ей посвящаем фестивали, и у нас уже были фестивали разных тем. Мы и грезам белого балета, и современному балету, и драм балету посвящали свои целевые программы, потому потому что мы хотим, чтобы наши фестивали еще и образовывали, не только знакомили, они в плане знакомства дали очень много самавцам, которые имеют представление сегодня о самых лучших и о самых даже новых, еще только нарождающихся танцовщиках. Конечно, сейчас Ульяну Лопаткину, Диану Вишневу, там, Цискоридзе знают все, но мы-то их приглашали на первые фестивали, когда они делали только первые шаги, а вот в этом году наш фестиваль будет подчинен теме, которая называется симфония в танце, танц-симфония самая сложная из всех, и здесь мы, конечно, не могли не связать это со 175-летием дня рождения Петра Ильича Чайковского, и несмотря на то, что мы уже провели один фестиваль, посвященный его творчеству, мы хотим и фестиваль Шелест, тем более, что танц-симфония окончательно сложилась, и, в общем-то, реформатором этого течения был, опять же, наш дорогой Петр Ильич Чайковский, и мы покажем самарцам как три балета, это «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик», так и два гала-концерта, где будут представлены номера различных выдающихся хореографов, поставленные на музыку Чайковского, например, вот Баланчин поставил «Бриллианты» и «ПДД», и у нас артисты Мариинского театра станцуют, у нас в фестивале, как всегда, будут звезды, вот ведущая пара, премьерская пара из Мариинки, многие уже стали поклонниками Шклерова, Владимира, мы его третий год подряд приглашаем и звонят и спрашивают «А Володя будет Шклеров?» Вот, и приедет пара из театра московского музыкального имени Станиславского и Немировича Данченко, два народных артиста, Галина Крапивина и Георгий Смелевский, болгарин, обрусевший и тоже народный артист, он бывал у нас раньше в программах фестиваля, но это человек хорошей школы и высокой культуры сценической. Очень важно возвращаться к этому. В следующем спектакле «Вспящие красавицы» нас ожидает очень радостная встреча с уже полюбившейся Евгением Образцовой, прямой балериной Большого театра, ну и вообще уже, так сказать, себя заявившей на международном мировом горизонте любимицу французов, Пьера Лакота в частности, вот, партнером и она молодая балерина, но уже, так сказать, твердо стоящая на ногах, имеющая массу наград, премий, но рядом с ней появится совсем молодой, восходящая звезда танцовщик Большого театра ведущий танцовщик Денис Родькин, и вот они вместе будут танцевать и «Спящую красавицу», и в гала-концерте 30-го числа. Но мне бы хотелось, чтобы уже закончить эту тему, на эту тему я могу долго и с удовольствием беседовать, хотела бы сказать, что наш театр к этому фестивалю свершил, в общем, своеобразный подвиг. Есть такая серенада для струнного оркестра у Петра Ильича Чайковского, и в свое время внимание на нее обращали и великий Фокин, и великий Баланчин, который в 34-м году достиг такого совершенства, что никто больше не брался. И вот наш хореограф Кирилл Александрович Шмаргонер предложит нам на открытие фестиваля премьеру серенады своей, абсолютно оригинальной и, надо сказать, удавшейся. Вот с чем можно поздравить. Поэтому вот Василисе Ковалевой будет что посмотреть. Следующая реплика от Веры Ивановны. Присоединяюсь к словам главного режиссера Драмтеатра Гвоздкова. Спасибо огромное за то, что она, ну я так понимаю, что это вы, нам сохранила культуру и низкий поклон. Спасибо за добрые слова. Это вот Вера Ивановна. Спасибо. Хотелось бы, знаете, еще одну тему затронуть. Вы, как почетный гражданин Самарской области, конечно, следите за тем, что происходит в нашем общественном поле, в политической, и сегодня идет такой период, время реформ, реформы местного самоуправления. Люди избираются в райсоветы. Вот если мы говорим о культуре, вот даже с этой точки зрения, какими должны быть будущие депутаты? Вот вам что ценно? Вы за кого будете голосовать из этих людей, которые сегодня выдвигаются? Ну, я, во-первых, начну, наверное, с того, что сама реформа мне кажется уже такой необходимой, потому что все то, что последние 25 лет нам принесла демократическая революция, оно сносит и уничтожает все ценности. Понимаете, да, не было такого разнообразия и богатства у кого-то, но люди себя чувствовали людьми и друг перед другом как-то они все были люди и все проживали то, что на данный случай имели. Сейчас мне очень жалко детишек в садиках, в школах, которые приходят домой, а вот там у такого-то вот такой мобильник, а у такого-то такой гаджет и мне стыдно в школу идти, что у меня вот не такой, а самый простой. Знаете, это в детстве очень ранит. Вот. Я как-то считаю, я вовсе не за то, чтобы ну, такую уравниловку устраивать, но какие-то позиции психологические, нравственные пересматривать обязательно надо. Обязательно надо. и обязательно надо, чтобы прежде всего человек мог себя уважать за то, что он занимается тем, что он любит. Понимаете, это очень важно. А за то, что его сосед Иван Петрович там где-то, извините, нахапал, ну, хотелось бы, чтобы люди к этому и относились соответственно, чтобы это не было точкой отсчета, мерилом твоего, твоей успешности. К сожалению, у нас очень часто, да вот только мы ехали с вами сюда на студию с вашим шофером, вот, извините за такое грубое, малокультурное слово, прет вот так, вот такой шарабан, машина, я не знаю, как, ну, какие-то здоровенные, джипы, ну, джипы, да, какие-то вот, вопреки всяким правилам, мы едем, я не посмотрела, на какой, мне, честно говоря, все равно, на какой мы едем, ну, прет и все, вот прет. Вот он, недостаток культуры. Вот она культура, вот она культура. Он считает, что он раз сидит вот на таком шарабане, все должны расступиться, а то, что он как личность беден и это никого не касается. Мне кажется, вот когда общество будет давать оценки не имуществу, а личности, вот тогда и произойдет нечто. вот знаете, какой дисбаланс, вот на мой взгляд, вот что люди культуры редко идут в политику, потому что все они такие особо чувствительные, с другой такой психикой, утонченной, так скажем. Извините. И вот поэтому недостаток таких людей во власти. Не только. Он вот и сказывается таким образом. Не только, моя дорогая. Их оказывается мало еще и потому, что слишком много вот тех, которые расталкивают этих руками и ногами, которые лезут в эту власть. И она им нужна прежде всего для того, чтобы прикрывать тылы своего вот этого богатства, своей, нарабатывать в себе такую надувную значимость. Она им для этого нужна, она для себя нужна. И поэтому при выборах мне бы хотелось, чтобы, во-первых, люди все-таки все для начала пошли голосовать. Пошли. И чтобы смотрели, за кого они голосуют. Потому что опять получится, что такой-то бизнесмен, такой-то... Вот посмотрите, сколько в городской думе всех этих бизнесменов. Я уж не говорю, какой стыд и позор, когда читаешь. Я вот часто в разли... Я много газет читаю, это мой недостаток. Вот. И когда в аргументах и фактах печатаются списки доходов депутатов, то там первые сто человек это все депутаты думы. Там запредельные цифры. И, знаете, невольно вот думаешь, как тебе не стыдно-то все вот это иметь, вывозить, прятать за рубежом, приобретать в то время, как у тебя в стране... Это тоже недостаток культуры. Светлана Петровна, у нас остается буквально одна минутка, реплику только озвучу от зрителей, чтобы уж он ждет, наверное. Как относитесь к тому, что, несмотря на всеобщее возмущение, продолжает показ «Дома-2»? Ну, ответ, наверное, двозначный. Я считаю, что это преступление, особенно, когда 9 мая, в день Великой Победы, три раза по каналу «Скак», был показан «Дом-2», вообще, к сожалению, хоть мы в студии телевизионной находимся, но через телевидение приходит в ту самую культуру людей, а особенно дети остаются дома одни, и смотрят вот это... Вы что смотрите, Светлана Петровна? Я смотрю канал «Культура», не сомневалась. Ну, 95% культуру, но иногда редко что-то на других каналах. Спасибо большое за то, что пришли. Наше время подошло к концу. Всего вам хорошего, здоровья и счастья. Спасибо вам за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова